Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня у нас в студии замечательный гость, с которым я познакомился совсем недавно. Вообще, вы знаете, в Канаде я не так давно и практически каждую неделю не перестаю удивляться, насколько здесь богата и разнообразна культурная жизнь. Жена все время с улыбкой замечает мне, что на концерты или на спектакли мы ходим куда чаще, чем в Москве. И вот эта встреча с человеком, который пришел к нам сегодня в студию, как раз состоялась недавно на одном из таких выступлений. Я попал на выступление группы, которая называется Club Django Toronto. И руководитель этой команды, о которой мы подробно поговорим и поговорим о том, что же дало название этой группе. Вы уже, наверное, поняли, что Django – это Django Reinhardt. В общем, во всем по порядку. У нас в студии создатель группы Club Django Toronto, скрипач-виртуоз Родион Башойер. Здравствуйте, Родион. Здравствуйте, Максим. Долго мы за вами охотились, потому что график концертный насыщенный. И признаться, когда я готовился к нашей программе, я понял, что вы настоящий музыкант. И понял это даже не потому, как вы замечательно играли тогда на вечере на этом, а потому что музыки вашей очень много в сети. Просто разнопланово невероятно. И с Club Django, и с другими командами, и сольно. Но информации о вас практически никакой. И я понял, что человек просто растворен в музыке, ему абсолютно не до собственного промо, не до того, чтобы его знали, как он, где он, откуда. Он просто играет. У вас даже в интернете, на страничке в Фейсбуке такая информация, в общем, противоречиво загадочная. Родом вы из Воронежа, но закончили Одесскую консерваторию при этом. И прежде чем мы поговорим о главном герое сегодняшней программы, величайшем гитаристе Джанго Рейнхарде, я хочу спросить все-таки, как начиналась ваша карьера? Ну, здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте еще раз, Максим. Я одну просто ремарку сделаю. Я не основатель группы, да? Основатель группы – это Андрей Сегенот, основатель нашей группы, который был профессором французской литературы в Университете Торонто. И с его подачей наша группа теперь существует в этом канадском аудиомире и в мировом, да? В контексте музыки Джанго Рейнхарда. Я попал сюда, в Торонто, из Одессы. Хотя, да, я родился в Воронеже. И потом мама меня с папой решили отправить учиться в знаменитую музыкальную школу имени профессора Столярского в городе Одесса. И, ну, сами понимаете, скрипка, Столярский, Одесса – это, видимо, так сложились звезды, что все это привело меня сюда. Закончив школу, я поработал 7 лет в Одесском симфоническом оркестре. И выехав на гастроли по Северной Америке, как многие в 90-е годы, я очутился здесь. Но с музыкой Джанго я познакомился еще по 10. У нас в оркестре замечательные музыканты в Одесском симфоническом, и один из моих коллег просто однажды принес мне кассету и сказал «На, послушай». Я, как молодой человек тех лет, очень усиленно занимавшийся классикой, ничего не слышал ни о Джанго, ни о Стефан Гропелле, конечно же, люди, о которых мы будем сегодня говорить. И когда я послушал кассету, я понял, что передо мной открывается новый, очень удивительный и интересный мир необычной музыки, которая тогда на нашем пространстве совершенно отсутствовала. Эту кассету привезли моряки, и она так запала на меня, и мне всю жизнь хотелось научиться играть в этом стиле, играть в этом жанре, и учиться можно было только по записям. Вот так началась вот эта история с музыкой Джанго и Одессы. Сегодня вы художественный руководитель вот этой команды, которая называется Клаб Джанго Рейнхард. То есть, если вы в 96-м году приехали, то она существует уже почти 20 лет? Больше. Вся команда существует с 93-го года. Здесь есть такой, как бы, театрально-клубный дистект у нас в Стронте, который называется Анекс, если вы знаете, да? Это вдоль Блур, если вы пройдете, там есть серия клубов. В одном из них, который называется Транзак Клаб, в 93-м году профессор французской литературы Андрей Сегино решил организовать такие, как бы, вечерние посиделки для тех, кто любит... Суаре, это называется, французский, да? Да, да, абсолютно верно. Те, кто любит такую музыку. И приходило очень много разных людей, потому что популярность этого жанра, ну, наверное, больше похожа на сектанство, я бы сказал, и она существует по всему миру. Два жанра, которые, я бы сказал, я встречал настолько популярных, это танго аргентинская, которая, куда бы вы ни приехали, она везде присутствует, и джанго. И вы приедете в Токио, вы приедете в Буэнос-Айрес, вы приедете в Москву, вы приедете в Лос-Анджелес, вы везде найдете... Адептов. Адептов, и будет называться Клаб Джанго Лос-Анджелес, там, или как-нибудь по названию песни Джанго Рейнхреда, например, в Токио, клуб называется Блудраг. Я там тоже был, и хозяин клуба, он абсолютный фанат Джанго Рейнхреда, мы про него можем тоже вспомнить. Он играет, как и великий джанго, двумя пальцами на гитаре. То есть такие люди есть везде, и границ для этой музыки не существует. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Дорогие друзья, у нас в гостях скрипающая «Симон» Виртуоз, создатель группы «Клаб Джанго Рейнхред» Родион Башуэр, и мы разговариваем сегодня о величайшем джазовом гитаристе Джанго Рейнхарде. Родион, ну давайте расскажем хотя бы немного нашим телезрителям об этом человеке, который много лет его нет с нами, уже в 53-м году его не стало, но уже сколько прошло лет, 65 лет прошло. Много, да. Да, а группы создаются, музыка звучит. Он же из какой-то совсем простой семьи, чуть ли не кочевых цыган, если я не ошибаюсь. Да, абсолютно верно. Джанго Рейнхард родился в караване, табор по-нашему, на границе Франции и Бельгии. Родился в 1910 году, и его мать была танцовщицей цыганской. И отец, ну что, он чинил музыкальные инструменты своих же собратьев, и таким образом зарабатывали на деньги, денег было немного, семья была большая. Чем занимаются люди, занимались тогда в цыганском таборе? Сначала он научился воровать кур, как положено для пропитания, все-таки время было нелегкое, 30-е годы. Вот потом, когда он потихонечку подрос, отец стал привлекать его, подарил ему банджо на день рождения, и дядя его показал ему, как на ней играть. И уже на улицах Парижа, где они поселились с табором к тому времени, он выходил, начинал зарабатывать таким образом деньги. И позже, где-то, по-моему, когда ему было лет 12, ему подарили уже настоящую гитару, имитируя людей, которые проживали в том же таборе, которые занимались музыкой. Потому что музыка – это один из видов дохода для любого цыганского табора. Ну, традиционно, собственно. Традиционно, да, да. Он смотрел, как другие это делают, и очень быстро перешел всех в этом умении, и стал удивлять людей уже в раннем возрасте. Его первые записи, между прочим, еще были до того, как он встретил скрипача Стефан Грапель, еще когда ему было 14 лет, он записывался где-то на студии, как студийный музыкант. То есть, если кому-нибудь нужна была гитара, а сольным инструментом гитара тогда не нужна, именно как поддержка, ритм-поддержка, он мог пойти записаться в студию, за это ему платили деньги. Это была, конечно, шестиструнная гитара. Шестиструнная европейская гитара, да. Я вспоминаю, что вообще он с детства был очень талантливым, одаренным мальчиком. Он здорово, помимо того, что он играл на банджо, очень быстро превзошел, так сказать, всех своих учителей, которые были вокруг, в 9 лет им уже восхищались. Он еще здорово вырезал какие-то деревянные игрушки. Это тоже один из видов дохода, тоже свистульки, всякие сувенирные вещи, которые, это все то, что помогало выжить в то сложное время, наверное, ребенку из цыганского забора и приносить какие-то деньги в семью. Потому что, как мы понимаем, каждый член цыганской семьи должен приносить определенный доход в семью. Ну да. Неважно, невзирая на возраст. Так что все его таланты как раз очень замечательно воплотились в жизнь. И он, я думаю, что соответствует критериям настоящего ребенка цыганской семьи. Но как он обратился к гитаре, как он обратился к тому стилю, который сделал его великим? Насколько я помню, там какая-то трагедия послужила, так сказать, причиной всему этому. В связи с тем, что был дефицит такой небольшой, как бы, пластинок к тому времени. Производство пластинок в Америке было гораздо более развито, чем в Европе. И количество фирм, которые записывали и продюсировали музыкантов в Северной Америке. И когда начинался джаз в 20-х годах, его, конечно же, выходило в Соединенных Штатах гораздо больше, чем в Европе. И вся эта лавина пластинок опустилась на землю Европы. И один из знакомых семьи Джангу поставил пластинки американских джазменов. И Джангу услышал эту музыку, и как бы, стараясь имитировать, он просто стал играть на гитаре, подбирать какие-то мелодии. Дюка Эллингтона и других. И получилось, что как-то оно ему понравилось и легло на пальцы, грубо говоря. И он стал потихонечку поигрывать и, как я уже ранее сказал, записываться с музыкантами на разных студиях, которые тоже пытались играть джаз. Никто не знает, как бы сложилась судьба джаза, если бы не Великая Отечественная война. Потому что уже тогда количество людей, увлекающихся музыкантов во Франции, особенно в Англии, джазом, оно уже росло в геометрической прогрессии. И количество записей росло и росло. То есть мы могли бы узнать каких-то других звезд джазовой музыки из Европы, помимо Джангу. Но война решила все по-своему. А Джангу, да, он прогрессировал быстро, но случилась трагедия. Вы правы. Его жена, он к тому времени был женат, он 17 лет женился. Как настоящий цыган. Как настоящий цыган, да. Женился его. Первая жена занималась тем, что она делала украшения из таких, я не знаю, в детстве у нас были такие... Бисер? Целлюлезы. Целлюлезные цветы вот эти, знаете. На кладбищах там какие-то венки, там это всякое такое дело. Они все были из дешевой целлюлезы, которая очень быстро воспламенялась. Человек 17 лет, Джанга, к тому времени уже курил. И засыпая, видимо, там в караване, это такой вагончик, где хранились все эти вещи для продажи. Он уронил сигарету, когда заснул, и начался пожар. И так как целлюлезы горят очень быстро и хорошо, пожар был большим, вагончик полностью сгорел. Единственное, что удалось ему спасти, это жена. Но у него серьезно обгорели руки, ноги. На левой руке пальцы просто расплавились, остались, грубо говоря, два пальца склеились, вот эти, и два остались, которыми играть. И один держать гитару. И казалось бы, что на этом карьера музыканта закончена, но Джанга был, видимо, предназначен Господом Богом для другого. И через, по-моему, месяцев-семь он уже снова записывался на студии и играл. Да. Ну, я так понимаю, этот недуг, он заставил его, во-первых, это было очень трудно просто физически вернуться к инструменту, а во-вторых, он заставил его изобрести какой-то собственный стиль, да? Он по-иному зажимал струны, лады. Такая аппликатура расположения пальцев на грифе пошла по-другому, так скажем. Есть антологии школ разных уроков игры на гитаре. Если посмотреть книгу о гитарных импровизациях Джангу Рейнхера, на сегодняшний день они есть, они переложены на бумагу, можно попытаться научиться играть соло, который он играл, то большинство этих аккордов, импровизаций, они идут через лад, потому что пальцы стоят вот так. И благодаря этому получились интересные мелодические линии, которых до того как бы ни у кого не возникало. Положив эту музыку на стиль бибоп, да, получилась вот такая интересная ритмическая комбинация с мелодической линией, которая на сегодняшний день до сих пор трогает людей и заставляет нас слушать музыку Джангом, потому что она не может не нравиться. Играет музыка Играет музыка Дорогие друзья, возвращаемся в студию. Сегодня у нас скрипач-виртуоз, Родион Башуэр, гость программы. Я расскажу вам и рассказываем мы вместе с Родионом о величайшем гитаристе Джанга Рейнхарде. Как складывалась его карьера после того, как он отправился после этой трагедии, будем говорить, справился с ней, даже нашел собственный стиль. Как бы это был взлет такой быстрый. Джанга Рейнхарт умер, когда ему было 43 года, то, конечно, все в его жизни происходило очень быстро. Уже где-то, я думаю, годам к 20 он уже был довольно известен в парижских кругах и, встретив Стефана Грапелли, скрипача, который в то время был без работы, он подрабатывал в кинотеатре, играл на сеансах, на пианино, немые фильмы, как мы понимаем. И в то же время он научился играть на скрипке, но ему очень нравилось, как играл Джангу на гитаре. И он стал посещать табор, потихонечку стал там появляться, стал там своим, потому что это было не очень нормально для человека из обыкновенной французской такой, скажем... Буржуазной семьи? Ну, не то, чтобы буржуазной, культурно, так сказать, вхожем в культурные слои интеллигентов, да, парижской, ходить в цыганский табор. Стефан Грапелли был одним из тех, кто туда пошел. И потихонечку они с братом Джангу и с контрабасистом организовали такое трио, которое стало искать, где бы им применить свои умения, где бы начать выступать. Они прочитали объявление, что, по-моему, отель «Клоранж» назывался, в Париже был такой отель, и там одна девушка, которая просто у нее была возможность пригласить их выступать, она пригласила их туда и сказала, давайте попробуем. И поначалу они просто играли какие-то песни американских композиторов, там были популярные французские мелодии. И это было первый раз, что были задействованы только струнные инструменты. Никаких других инструментов не было. Не было традиционных трубы для джаза, не было фортепиано. Было только две гитары, контрабас и скрипка. Потом присоединилась еще одна гитара, и так получился ход «Клаб де Франц». Та самая знаменитая группа, которая перевернула мир и сделала их знаменитыми. Та самая знаменитая группа «Клаб де Франц» 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 В это время рождается стиль джаз-мануш так называемый. И расскажите нашим телезрителям, что это такое вообще. Мануш – это название племени цыган. так называются цыгане Европы, которые живут в Бельгии, Франции. Мы все знаем, что цыгане произошли из Индии, потом долго путешествовали, часть из них осела в Восточной Европе, которая называется Рома. Пусть меня зрители поправят, если я что-нибудь... Ну, там очень сложная история. Там сложная история, я не могу сказать, что я эксперт в этом вопросе, но часть цыган распределилась по Европе, часть осела в Восточной Европе. У нас они называются Рома, там они называются Мануш. Вот. И инструменты, как мы знаем, в России семиструнная гитара, в Европе шестиструнная гитара, видимо, накладывают какие-то тоже свои такие отпечатки, но на самом деле каких-то особенных фольклорной музыки вещей и там, и там достаточно. Поэтому такие общие вещи всегда есть. Если мы послушаем песню Джозеф Джозеф, знаменитая песня, то это будет типичная одесская песня, которую играли в Одессе. Или, например, если мы возьмем какие-то другие песни типа Minor Swing, мы можем услышать такие же какие-то мотивы у Алеши Дмитриевича, у того же. Да. То есть цыганская музыка, она есть цыганская музыка, просто где-то навеяло французских мелодий, где-то навеяло русских мелодий. Так, в общем и целом, получается интересный микс. То есть джаз-мануш – это такой цыганский джаз, будем говорить. Положенный на свинг. Да, который к тому времени люди пытались, многие, играть, но не у всех получалось. Но Джан Грейхер был рожден с внутренним чувством свинга, с чувством внутренней свободы, с чувством внутреннего такого счастья, я бы сказал. Поэтому и особым мелодизмом. Потому что самое главное, что? Написать мелодию, которая бы понравилась людям и легла им, как говорится, на сердце. У него это получалось, наверное, лучше всех. Когда приходит настоящая слава к нему? Настоящая слава приходит после того, как у них получился этот коллектив, Hot Club de France. И группа друзей, которая к тому времени уже сложилась, которая была на их концерте, пригласили их. В Париже был клуб, но там выступала известная певица американская, которая к тому времени проживала во Франции. И она пригласила их выступать три раза в неделю в этом клубе. Потихонечку, потихонечку их успех был настолько большой, что она выступала там оставшиеся дни недели, четыре дня. Выходных в клубе не было. Но постепенно люди перестали приходить на ее и стали приходить на их выступления. После этого один из их друзей организовал им запись на студии Удафон, по-моему, называлась французская студия. И они записали несколько первых вещей, которые за какой-то короткий промежуток времени разошлись с сумасшедшим тиражом. И был организован тур Ницца, Монте-Карло, южные города Франции, где все билеты были проданы еще до того, как они приехали. Это получилось от продажи этих пластинок. Это вторая половина 30-х годов. Да, да, да. И постепенно значит слава дошла уже быстро через океан. Не через океан, а через Ла-Манш. Английским английской публике, так скажем, это пришлось настолько по вкусу, что быстро был организован уже тур в Англию. И что происходит на этих английских гастролях? На английских гастролях происходит много интересного. Если пытливый зритель начнет искать интересные истории о том, как Джанго впервые выезжал на тур, там происходит много всяких историй. От гонораров, от поселений в гостиницу, как цыгане селились в гостиницу, что с ними происходило. И там множество историй, после которых Джанго начал обрастать легендами. Не только как музыкант, но и как персонаж, что делало его не менее знаменитым. Как мы знаем, Джанго не умел ни читать, ни писать. Поэтому Стефан Грапелли и друзья часто подписывали контракты за него. Вот этот первый гастрольный тур был одним из таких моментов, когда Стефан просто хотел сам подписать все контракты, но Джанго отказался это делать, сказал, что он подпишет контракт. Это когда они уже были в Англии, им нужно было ехать из Лондона в Манчестер на концерт. И одним из условий контракта было, что весь коллектив поедет в пульмановском так называемом вагоне лакшере со всеми удобствами. Так как Джанго читать не умел, он попросил показать ему контракт, ему показали, он сделал вид, что он читает и указав на пункт, где было написано, что они должны путешествовать в пульмановском вагоне, он сказал, что этот пункт он выполняет. Категорически отказывается. Когда его спросили почему, он сказал, что ему это совершенно не подходит и он считает, что это просто хамство ему такое предлагать. Стефану пришлось выкручиваться, объяснять ему, что так не делается и что это хороший пункт и что все хотят ехать в лакшере, но для этого ему пришлось вывести его из комнаты и все объяснять. И тогда Джанго сказал, что обычно он путешествует гораздо лучше, но так и быть он подпишет этот контракт. Он также не разбирался в деньгах, поэтому когда его спрашивают сколько денег он хочет за какое-то наступление, он просто показывал вот столько. И все остальное приходилось уже расклебывать дальше Стефану, который был образованный и интеллигентный человек, который разбирался хорошо в цифрах и умел заботиться о бизнесе немножко. Вообще очень странно это слышать, потому что я видел какие-то видеозаписи небольшие Жанго Рейнхарда, у него такое духотворенное лицо в общем интеллигентного человека, он выглядит как ну почти как аристократ, пусть даже цыганский. Я это слушаю, мне просто не верится, что такое могло происходить. Давайте послушаем еще одну песню и вернемся к нашему дюроку. и вернемся к нашему дюроку. и вернемся к нашему дюроку. Субтитры создавал DimaTorzok и вернемся к нашему дюроку. Родион Башойр у нас в студии и мы продолжаем рассказ увлекательнейший о Джанго Рейнхарде. Итак, пик славы, вторая половина 30-х годов и вот наступает черный день в истории Франции. Не помню, какого-то 12 июня 40-го года, если мне память не изменяет, фашисты входят в Париж, происходит оккупация. Джанго цыганный, мы знаем, что, скажем, семья Димитриевича, тех же русского короля, так сказать, ночного Парижа, да, Алеша Димитриевича, и вся их труппа, его сестра Валя, и многие другие цыганские семьи, они уехали задолго до того, как фашисты вошли во Францию, они задолго до этого поняли, что будет, уехали кто в Латинскую Америку, в общем, кто куда. Что происходит с Джанго в этот момент? Джанго в этот момент на гастролях в Англии, но почему-то он решает, что нужно срочно возвращаться во Францию, и после короткого разговора со Стефаном Гарапелли, который сказал, что он остается в Лондоне, где они набирали уже, они были там практически на пике популярности, Джанго решает вернуться во Францию, и возвращается в Париж. В оккупированный Париж. В оккупированный Париж. Он считает, что с ним ничего не может случиться, и в принципе до какой-то поры, до времени его не трогают, но ситуация накаляется, и видя, как цыгане попадают уже в опломбированные вагоны и вывозят их, Джанго понимает, что ему остается недолго, тем более, что его друзья предупреждают тоже о том, что арест не за горами. Я слышал, что у него был поклонник какой-то, один из офицеров на оккупации, Дитрих фон. Дитрих, да. И Дитрих был первым человеком, к которому он попал после ареста. И это было как бы предупреждением. Так как Дитрих был его большим поклонником, Дитрих умудрился организовать концерт даже, и ночью английский, потому что Дитрих был офицером Люфтваффе. Летчики, как известно, это в армии, такая белая кость. И там были очень образованные люди, которые увлекались музыкой и с одной стороны фронта, и с другой. И одна из таких известных историй, это как после ареста Джанга Рейхарда был организован ночной концерт офицеров Люфтваффе и английских летчиков. Линию фронта была договоренность, что они смогли пересечь, ночью встретились, послушали несколько человек музыку Джанга Рейхарда, и наутро Джанга Рейхарда был отпущен из-под ареста. Но, несмотря на это и на все предупреждения, он не бежал все равно из Парижа, уже пока уже совсем не наступило горячее время, когда его друзья уговорили, что нужно попытаться бежать через Швейцарию. Как многие делают через Испанию, через Швейцарию. Ну, к сожалению, и там он был пойман, и опять ему повезло, его опять отпустили, хотя с остальными цыганами разошлись, обошлись очень даже нехорошо, как обычно, да. Сейчас, я думаю, что некоторые телезрители знают, в прошлом году, по-моему, вышел фильм Джанга Рейхард, и там рассказывается больше о том моменте, когда он был арестован, как они переходили через Альпы в Швейцарию, и как это все было и происходило более показано реально, чем если это можно объяснить, да. Я советую всем посмотреть этот фильм, если кто-то хочет узнать более подробно. По-моему, он даже несколько попыток делал переходить. Он был на Берлинском фестивале, да, и там это показано очень подробно даже, да. Вот. И вот так вот прошла война для Джанга. То есть, в итоге он так остался Он так остался к Париже, более того, в этот момент он написал одну из своих самых, наверное, знаменитых композиций, одну из самых знаменитых композиций, которая называется «Нюаж», в переводе на русский «Облака». «Нюаж» это, кстати, мы можем послушать, мы играли эту композицию на концерте. Обязательно. И «Нюаж» это что-то такое светлое, лирическое, очень мелодическое, что было даже как бы таким вторым гимном, что ли, освобожденного Парижа. И поэтому, когда закончилась война, опять была выпущена пластинка «Сингл» с «Нюажем». По-моему, за первый месяц было продано более ста тысяч экземпляров. Сразу. «Нюаж». «Нюажем». 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 КОНЕЦ 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 Родион, ну потрясающая история абсолютно от Джан Горейнха. Я, признаться, знал, конечно, об этом музыканте, но таких подробностей не знал. Я ещё вспоминаю, что у него были какие-то странные отношения с автомобилями. И не только. Да? Расскажите. Автомобиль – это почти 12 стульев, да? Такая история эльфовская, я бы сказал. Он всю жизнь мечтал об автомобиле, как Козлевич, так скажем, да? Об открытом кабриолете белого цвета. Я так понимаю, что просто в его… В цыганском представлении… В цыганском представлении это такой Роллс-Ройс, плюс с ангелом на капоте, белого цвета, с красивым откидным кожаным верхом, чтобы по нему можно было ехать. Но ездить на машине он не умел. Как я раньше сказал, что… О деньгах он представление имел смутное. Он говорил, что мне нужно так. И когда ему сказал… Он спросил, сколько мне нужен автомобиль. Он сказал… Ему сказали, вот много раз по вот так. Когда заработаете, придете, купите автомобиль. Автомобиль. Он заработал много раз по вот так. Пришел, заказал белый автомобиль, купил его. И как бы его не предостерегали, он все-таки сел за руль, проехал 200 метров. Не сразу завелся, проехал 200 метров и, естественно, въехал в дерево. После этого он сказал, что автомобиль – это еще несовершенная конструкция. И больше за руль никогда не садился. Но это не единственная история. Про Джанго много историй существует. Как я уже говорил, о поселениях в отель, например. Потому что, когда первый раз их поселили в люксовый номер в Средневных Штатах, когда он приехал на гастроли в Средневные Штаты, он приехал с женой и с братом. Но я, опять же, не буду… Свидетелем я этого не был. Но это одна из легенд от Джанго. Что служащие отеля заметили, что в одном из номеров идет страшное количество утечки воды и электричества. И думали, что прорвало трубу. И когда они зашли в номер, оказалось, что это номер Джанго. Джанго в номере не было. Он в это время был в одном из баров в Манхэттене. А там лежал на земле, в буквальном смысле слова, брат. Оказывается, с братом вдвоем они набрали землю в центром парке, принесли в отель настоящую землю, посыпали на пол и включили ванной воду. Потому что цыган должен спать у реки в полудень. Река должна течь и вода должна журчать. Тогда цыган себя чувствует на земле, как дома. Цыган не может жить в большом высотном доме. Это очень… Противоречит традиции. Наверное, противоречит больше духу. Это некомфортно и неинтересно. А лежать возле реки – это интересно и, по-моему, романтично. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Да, и цыганская, и французская, конечно же. Вот такой микс, который, может быть, вы мерите тогда бы и не поняли. Вот такой микс. КОНЕЦ КОНЕЦ Как умер Джанго? Почему таким молодым? Есть две версии о его смерти. Первая версия, что он умер на рыбалке, потому что он очень любил рыбачить, очень любил сидеть на берегу реки. Множество его композиций были написаны, пока он рыбачил, как утверждает легенда. Но это красивая легенда. Более прозаичная информация говорит о том, что он упал недалеко от своего дома и умер от кровоизлияния в мозг. И трагическая вещь во всем этом происшествии, то, что это была суббота. И ближайшая карета скорой помощи просто доехала через шесть часов. Им осталось только констатировать смерть. Вот. Как бы, если бы это была не суббота, был бы будний день и был бы поблизости доктор. Кровоизлияние в мозг, конечно, нелегкая вещь, но мы знаем, что люди после этого выживают. Видимо, это была судьба. Джанго умер. Вот. Но возвращаясь к популярности в Америке, что я хотел заметить, что не только... Я не думаю, что музыка Джанго непонятна была для американского слушателя. Я просто думаю, что тут еще кроется то, что продюсеры американские не очень любят, так скажем, такое свободное поведение, которое было у Джанго. Ведь он не пришел на концерт в Карнеги Холл. Почему? Потому что он решил, что он не в настроении должен посидеть в баре. Джанго мог такое сделать, и к концу своего гастрольного тура по Америке он очутился, так сказать, в черном списке у продюсеров, который и считался одним из самых ненадежных исполнителей. То есть деньги, контракт, нарушение контракта и такие мелочи, которые волнуют любого на сегодняшний день музыканта, потому что это важная часть и составляющая жизни любого артиста, его не волновали. Его волновала его личная, его сокровенная, его семейная, его друзья, природа, погода и прочие мелочи, которые на американском континенте к этому не привыкли. То есть совершенно правило шоу-бизнеса, никак его не отшлифовали, он оставался по духу абсолютным цыганом, сыном полей и степи, как Бесоку Куштин. Ну если в Карнеги Холл человеку, как вы понимаете, не очень легко организовать концерт, его нашли шесть блоков от Карнеги Холл, он сидел в баре, когда ему сказали, что ты здесь делаешь, тебя же ждут в Карнеги Холл. Он сказал, что сегодня не тот день. Да. В другой раз. Он был человек страстей таких, вот эта ранняя смерть говорит о том, что он злоупотреблял тем или иным вином, не знаю, сигарами, сигаретами. Я не думаю, что он был каким-то, как сказать, злоупотребителем. Я думаю, что он жил так же, как в то время жили все люди цыганской национальности или любой другой национальности, те, которые находятся в мире шоу-бизнеса или живут на сегодняшний день. В общем, богема, да? Богемное устройство его жизни, да, хорошая сигарета или сигара, хорошее вино никогда не мешали, как говорил Стефан Гропелли, как раз в интервью BBC, когда диктор спросил, вы знаете, Стефан, перед интервью я видел вас в баре. Он говорит, а что вы хотите? Я же пришел на интервью, поэтому коньяк никогда еще никому не помешал, а лучше два. Это был Стефан Гропелли. А Джанго Ренхард, как мы понимаем, был не из такой семьи, как Стефан. То есть он мог, наверное, позволить себе пять рюмок коньяка. Ну что ж, тем не менее, прекрасный был музыкант, и я хочу перед тем, как мы попрощаемся со зрителями, послушать еще одну композицию из вашего трибюта. Стефан Гропелли. 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 Он закончил Могилу университет, и сам родом из Монреаля. Угу. Замечательный контрабасист, которого здесь в городе знают очень многие, в Торонто. Он играет во многих группах. Но, опять же, Джанго — это его страсть. И мы все вместе уже с 93-го года. Вот. У нас еще есть аккордеонист, который, к сожалению, не был на нашем концерте в прошлых местах, где вы присутствовали. Но, я надеюсь, что будут. Будут еще моменты и повторы, и будет еще аккордеонист Джерри Далагол, который здесь родился, в Торонто, и замечательно играет на аккордеоне, и это придает такой французский шарм, вот этот плюс джанго стиль и еще французский шарм, потому что оригинально в Hot Club de France не было аккордеона, у нас он присутствует. И ритм гитары, куда без нее, тот самый человек, который дает этот бип-боповский бит в музыке, это Уэйн Накамура, который родился тоже в Торонто, японец по национальности, но местный, рожденный здесь в Канаде, тоже увлеченный музыкой джанго Рейнхарда. Потрясающий микс, конечно, в общем, лишний раз он подтверждает эту банальную фразу, что музыка, этот вид искусства, который не требует перевода, объединяет людей всех национальностей во всех тональностях. Спасибо, что нашли время, пришли. Спасибо вам, Максим. У нас еще есть несколько минут, мне хочется узнать, у вас есть диски выпущенные, где можно найти вашу музыку? Да, абсолютно, диски можно купить в магазине, было до недавнего времени, теперь, как мы знаем, и магазинов нет, и дисков нет уже, да, поэтому все mp3 есть на нашем сайте Club Jungle Toronto. Там же есть информация о наших публичных выступлениях, можно найти, плюс у нас, как мы называем, есть Home Away From Home, это то место, где мы встречаемся с нашими непосредственными зрителями, которые увлечены этой музыкой раз в месяц, знаменитое кафе Rex, туда сходятся любители музыки джанго Рейнхарда, это первое воскресенье месяца, когда мы приглашаем всех любителей этой музыки на публичное выступление бесплатно, и можно послушать эту музыку. Первое воскресенье месяца, слушайте, это 6 мая, но я это говорю, мы не успеем, конечно, до 6 мая смонтировать, но я приду, 6 мая буду там, обязательно. Ну, спасибо еще раз, спасибо за вашу музыку, и надеюсь, что вы дадите еще не один концерт, а мы вас всей душой и делом. Спасибо вам, Максим, спасибо зрителям, которые были на нашем концерте, присутствовали, мы почувствовали теплый прием, и мы будем рады увидеть всех снова. Спасибо, Роман. Да, спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, Роман. Спасибо, Роман. 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 Субтитры создавал DimaTorzok